Людмила Гинсбург – выдающаяся пианистка и педагог. Ее знали не только в Украине, но и за пределами страны. В январе 2016 года ей бы исполнилось 100 лет. За годы своей деятельности она воспитала немало музыкантов, педагогов, деятелей культуры и искусства. На встрече о ней сказали много добрых слов. А ее ученик Юрий Дикий даже зачитал строки, которые посвятил Людмиле Гинсбург Валерий Хаид. Одесса сегодня вправе сказать у всех на виду. Среди тех, кто ее прославил, вы в самом первом ряду. И в том, что в 20 веке Одессу и там и тут зовут музыкальной мехой и ваш вдохновенный труд. И в том, что стала легендой Одесса в устах молвы заслуга интеллигентов, где вновь среди первых вы. Ваш дар сквозь времени сита процежен, бесценен он от имени Одесситов, вам низкий земной поклон. За то, что вы с самого детства душой были верны лишь музыке и Одессе, что в жизни для вас равны. И пусть это единение продлится и дальше. Пусть божественное исполнение рождает восторг и грусть. И пусть сквозь времени призму в афишах горят слова «Играет Людмила Гинзбург», что значит «Одесса жива». Родилась Людмила Наумовна в Белгород-Днестровском. Закончила Одесскую консерваторию, потом продолжила учиться и работать за рубежом. Позднее ректор консерватории предложил ей место доцента кафедры специального фортепиано, где она проработала всю последующую жизнь. О ней говорят, как о человеке невероятного таланта. Благодаря ей музыкальное образование в Одессе вышло на новый уровень. Ее манера игры стала образцом для многих известных музыкантов. Как вспоминают ученики Людмилы Гинзбург, она жила в особом мире, где ее семьей была консерватория, а вечной и единственной любовью – рояль. Она воспитала талантливых музыкантов, которые благодарны ей и по сей день, и вспоминают ее с любовью и восхищением. А для воспитанников Белгород-Днестровской музыкальной школы этот день навсегда останется в памяти. Им сообщили о том, что уже начали процедуру по присвоению заведению имени известной пианистки Людмилы Гинзбург.